В Крыму сегодня незапланированный выходной день. Полуостров уже вторые сутки в энергоблокаде из-за подрыва опор высоковольтных линий Ферсонской области, которые устроили украинские радикалы. Теперь они не дают ремонтным бригадам приступить к работам. Крым сейчас использует только свои мощности. Их не хватает, поэтому перешли в режим экономии. Впрочем, крымчане стараются использовать ситуацию с пользой. Обо всем подробнее Виталий Каченко. Видеть такой столицу Крыма как-то непривычно. Уличного освещения нет даже в центре Симферополя. Лишь местами горят витрины и рекламные щиты. В полумраке этой ночью даже здание Совета Министров. Свет горит лишь в нескольких окнах. Экономить электроэнергию приходится всем. Тот, кто планировал провести вечер на диване у телевизора или компьютера, гуляет на свежем воздухе, пусть и с фонариком в руках. Вместо социальных сетей молодежь выбирает живое общение. Интернета нет, это так радует. Правда? Это так радует. Спасибо ребятам, которые решили нас светом. Вне зависимости от того, есть ли свет, в кафе и ресторанах ужин теперь только присвящен. Электричество есть, экономим, восстановление городских властей. Чаще бы выключали. Почему? К нам приходят, дома ведь делать нечего. Вечерний город. Довольно-таки романтичный, но как бы без света вообще неудобно. Дискомфорт дикий. Многие крымчане, не желающие расставаться с привычным комфортом, отправились в магазины на рынке. За генераторами спрос возрос и цены со вчерашнего дня тоже заметно подросли. 25. Ну, дорого. За нас 10 тысяч скачила цена. Да? Да. Человек говорит, что... На некоторых заправках в Симферополе из-за ажиотажного спроса закончился бензин. На заседании оперативного штаба заявили, что запасов топлива в Крыму хватит почти на месяц. Все социально важные объекты обеспечены дизель-генераторами. Работают магазины, банки, вокзалы и аэропорт. Перебоев сотовой связи не наблюдается. Комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации создает график отключения электричества и водоснабжения по каждому району. Критичная ситуация в Керчи. Там целые кварталы. Без света более 12 часов. Собственных мощностей Крыму хватает только на треть. Прекращение поставок электричества с территории Украины Сергей Аксенов назвал спланированной диверсией. Все, что касается оценки самых действий, это, ну если подрыв, в данном случае опоры, ну что это может быть, только теракт, ну как я по-другому назвать не могу. Прокуратура Республики Крым изучает сейчас все факты, имеющуюся информацию в наличии по тем обстоятельствам, которым была прекращена подача электроэнергии на территорию Республики. Выводы, я уверен, будут сделаны. Приступить к ремонту линии электропередачи в Херсонской области энергетика мешают украинские радикалы. Активисты так называемой крымской блокады накануне взорвали две оставшиеся лэп, питающие Крым. Путь к разрушенным объектам попытались расчистить украинские военные, но их встретили вооруженные ножами люди. Откровенную поножовщину активисты так называемой блокады полуострова представили как мирную акцию в борьбе за Крым, но убедить в этом не удалось даже своих соотечественников. Раз Украина так боролась за Крым, и раз они так любят его, почему они так к людям относятся? Ну это не по-человечески вообще. Кроме полуострова, без света остались и жители нескольких районов Херсонской и Николаевской областей. На Украине начали испытывать проблемы и те, кто электроэнергию производит. У самой Украины уже начались грандиозные проблемы. Атомные электростанции снижают свою мощность, они не могут работать в холостую, тем самым, образно говоря, выстрелили себе в ногу. О, и у нас выключили. В Севастополе в целях экономии на маршрут вместо троллейбусов вышли автобусы. На вечерние и утренние часы пик происходят веерные отключения. По словам губернатора Сергея Миняйла, перебои со светом не должны превышать трех часов в день. Веерное отключение, это говорит о том, что периодически его будут давать. Значит, будем жить как жили. Проблем с отоплением на полуострове нет. В ближайшие дни здесь до плюс 21. Чтобы избежать длительных перебоев из-за перегрузок в сетях, понедельник на полуострове объявлен выходным. Виталий Каченко, Сергей Титенко и Павел Силин. Первый канал. Крым.